Итак, коллеги, еще раз приветствую вас. С вами Максим Амельничук, автор проекта Риэлтор на миллион. И мы продолжаем серию видео, в которых подводим итоги 2017 года и рассказываем о перспективах, планах на 2018 год. Сейчас необычное видео, наверное, его не совсем корректно относить к подведению итогов. Хочу поделиться одним интересным наблюдением. У нас трое детей. И, соответственно, мне приходилось иногда смотреть с ними мультфильмы, чтобы быть в теме, чтобы понимать, где-то вместе сидели, смотрели. И я очень хорошо запомнил мультфильм, который мне в детстве вообще никак не нравился, но он имеет такой второй смысл. Этот мультфильм называется «Каникулы Бонифация». Если вы вдруг не помните, если у вас дети выросли, вы уже забыли, в чем там суть. То есть лев, который выступает в цирке, он поехал к бабушке и хотел словить там золотую рыбку. Каждый день он ходил рыбачить, но вот его отвлекали дети, они просили показать какой-то фокусы. И каждый раз детей приходило все больше и больше, он вынужден был показывать какие-то трюки, показывать, что он там и силач, и жонглирует, и ходит. И, в общем, я уже сам детали не очень помню. Но суть в том, что прошли все каникулы, а он ничего не успел сделать. И хотя рыбку-то он так и не поймал. И хотя мультфильм заканчивается хэппи-эндом, да, случайно эта рыбка к нему попала, он ее потом отпускает. Ну, будем реалистами, в такой ситуации он не достиг поставленной цели. О чем, какой вывод можно сделать для руководителя агентств недвижимости? Вот смотря на этот мультфильм, я почему-то представлял себя руководителем, агент компании, потому что как только мы заходим в фирму, если у нас нет политики закрытых дверей, у нас нет изолированного кабинета, и мы не отключаем всю технику, мы не отключаем там e-mail, какие-то вот средства связи, и сотрудники знают, где нас найти, то, к сожалению, мы погружаемся в рутину. Мы не можем поставить правильные планы, выстроить их, да, расписать их на определенные отрезки, этапы, на прописать все задачи, ресурсы, кто эти задачи будет выполнять, как это все, то есть расписать подробный-подробный план достижения целей. И если вот мы представим себе, что там 11 числа или какого января мы выходим на работу, если мы вот открыли все двери, все риэлторы зашли, и фактически, можно сказать, никаких планов мы не построим, никаких целей мы не пропишем, и, соответственно, ничего не будет выполнено. Скорее всего, мы очнемся где-то в мае, наверное, да, вспомнив, слушайте, мы так и ничего на планах никаких не составили, и вот как-то так течем, плывем, какие-то сделки вроде бы идут, но по большому счету никаких серьезных изменений в компании не происходит. Поэтому вот если, то, что если есть возможность, если вы планируете расти и развиваться, то обязательно нужно выделить время для того, чтобы очень четко прописать сильные, слабые свои стороны, угрозы, возможности, ну, это классический такой свод-анализ. По крайней мере, нужно посмотреть, с кем мы дружим, с кем мы не очень хорошо, не будем дружить в следующем году, с какими банками работаем, с какими не работаем, с какими застройщиками работаем, с какими, может быть, не работаем, развиваем партнерские направления, возможно, с какими городами мы работаем, да, с какими межрегиональными сделками. В общем, очень важная задача. На это нужно выделить несколько дней, возможно, особенно если компания большая, несколько направлений, возможно, за один день это не получится сделать. Поэтому, возможно, нужно выйти, может быть, на день раньше или просто закрыться в кабинете, собрать инициативную группу. Здесь каждый уже решит для себя, но у руководителя должно быть время, в которое он решает очень важные стратегические задачи. Потому что, когда вы сидите в кабинете, у вас рядом какие-то клиенты ходят, рядом сотрудники постоянно вас что-то спрашивают, какие-то телефонные звонки, то, к сожалению, сделать ничего у вас не получится. Потому что на ходу, вот так в режиме многозадачности, поговорил с клиентом, тут же риелтор ответил на вопрос, это не получится сделать. Поэтому выделите в начале года несколько дней, определите план, распишите, проведите мозговой штурм. Я, например, использую, есть такой майндмэп, ментальные карты, которые очень хорошо строят планы, можно составить очень хорошие связи, рисуются между идеями, между разными задачами, очень хорошая технология. Посмотрите на нашем видеоканале, есть несколько видео по этой теме. Выстраиваем, там у нас есть несколько ключевых сотрудников, мы с компаньоном обсуждаем, что, в каком направлении мы двигаемся. И после этого периодически сверяем, мы в том направлении, может быть, что-то подкорректировать, может быть, что-то изменить. Ну, в общем, дальше каждый определяет для себя уже, это уже непосредственно решение поставленных задач. Рекомендую прочитать статью, которая есть на нашем сайте, она посвящена первым трех шагам, что необходимо выделить время, необходимо, ну, прочитайте, переведите по ссылке. Рекомендую вам подписаться на наш видеоканал и на нашу страничку в Facebook. Еще несколько дней мы будем ходить с такими короткими трансляциями и делиться нашими какими-то идеями, полезными советами, наработками. С вами был Максим Амельничук, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!